10 миллионов 848 тысяч гектаров общего земельного фонда области или 74 процента сельскохозяйственных земель. Земельная сфера – отрасль, где зачастую возникают спорные вопросы. Для кадастрового учета и контроля за целевым использованием земельного фонда разрабатывается система геоинформации, осуществляющая мониторинг из космоса. Кроме того, предполагается переход на систему электронного аукциона. На территории области активная работа проводится по вовлечению в экономический оборот земли как ресурса. В связи с этим управлением особое внимание уделяется координации деятельности районных и исполнительных органов в части предоставления земельных участков посредством торгов, конкурсов, аукционов. За истекший период текущего года на территории области в сельскохозяйственный оборот вовлечено 275 участков площадью 159 тысяч. По средствам аукционов продано 581 участок, при этом в государственный бюджет поступили денежные средства на сумму 1 миллиард 180 миллионов 435 тысяч. 121 тысячи окмолинцев подали заявки на получение земельного участка под строительство жилья. Однако очередь, образовавшаяся годами, движется медленно. Так, в текущем году выдано всего 223 земельных участка. Неоднократно писали письмо в Министерство сельского хозяйства, центральный орган, для того, чтобы они сделали единую базу очередников. То есть сейчас у нас заявление, образно говорю, например, Ахметов Ахметович может стоять у нас в очереди в городе Кокшитал, может написать заявление Бурабайский район, может написать заявление Варшалынский район, может написать Цельноградский район. И он будет везде стоять. И от этого очередь 121 тысяча. Он также может стоять и в области, в другой, может стоять в городе Нор-Султане. Когда они сделают единую базу очередников, очередность существенно снизится. Не хватает и пастбищных в воде. Это порядка полутора миллионов гектаров. В качестве решения проблемы заключены меморандумы о совместном использовании земель крестьянскими хозяйствами, расположенными близ населенных пунктов. Их общий объем составил 1,1 миллиона гектаров.